СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТИЦ ИВАНУШКА РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА Жили-были старик да старуха. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА Я ПИТЬ ХОЧУ ПОДАЖДИ, БРАТИЦ, ДОЙДЁМ ДО КОЛОДЦА Шли-шли, солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает. Стоит коровья копытца, полно водицы. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА, ХЛЕБНУ Я ИС КОПЫТЦА. НЕ ПЕЙ, БРАТИЦ, ТЕЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ. Братец послушался. Пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытца, полно водицы. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА, НАПЬЮСЬ Я ИС КОПЫТЦА. НЕ ПЕЙ, БРАТИЦ, ЖЕРЕБЁНОЧКОМ СТАНЕШЬ. Вздохнул Иванушка. Опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытца, полно водицы. Иванушка говорит. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА, НОЧИ НЕТ, НАПЬЮСЬ Я ИС КОПЫТЦА. НЕ ПЕЙ, БРАТИЦ, КОЗЛЁНОЧКОМ СТАНЕШЬ. НЕ ПОСЛУШАЛСЯ ИВАНУШКА, И НАПИЛСЯ ИС КОЗЬЕГО КОПЫТЦА. НАПИЛСЯ, И СТАЛ КОЗЛЁНОЧКОМ. ЗОВЕТ АЛЕНУШКА БРАТСЯ, А ВМЕСТО ИВАНУШКИ БЕЖИТ ЗА НЕЙ БЕЛЕНЬКИЙ КОЗЛЁНОЧЕК. ЗАЛИЛАСЬ АЛЕНУШКА СЛЕЗАМИ, СЕЛА НА СТАЖОК, ПЛАЧЕТ, А КОЗЛЁНОЧЕК ВОЗЛЕ НЕЕ СКАЧЕТ. В ту пору ехал мимо купец. О ЧЕМ, КРАСНАЯ ДЕВИЦА, ПЛАЧЕШЬ? Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей говорит. ПОЙДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ, Я ТЕБЯ НАРЯЖУ В ЗЛАТ И СЕРЕБРА, И КОЗЛЁНОЧЕК БУДЕТ ЖИТЬ С НАМИ. Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать. И козленочек с ними живет. Ест-пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Аленушка встала под Аленушке на окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку. Кинулась на нее. Привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову. Не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Узнала об этом ведьма. Стала просить мужа. Зарежь, да зарежь, козленка. Купцу жалко было козленочка. Привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего. Купец согласился. Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить. И говорит названному отцу. Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать. Ну, сходи. Побежал козленочек на речку. Встал на берегу и желобнюхонько закричал. — Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Аленушка из реки ему отвечает. — Ах, братец мой, Иванушка! Тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли. А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу. — Пойди, найди козленка, приведи его ко мне. Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и желобнюшенько зовет. — Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. А из реки ему отвечают. — Ах, братец мой, Иванушка! Тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли. Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле. Субтитры создавал DimaTorzok